Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой воротничок. Для него я буду использовать пряжу Alize Superlana Classic. Ее мне предоставил магазин пряжа.су, а всем моим зрителям и подписчикам магазин дарит скидку 5% по промокоду, который вы видите на экране. Ссылку на пряжу я оставила в описании, поэтому заглядывайте и покупайте пряжу со скидкой. У меня вот такой красивый лазурный цвет. Вот его номер. Для этой пряжи я буду использовать крючок 3 мм, а для украшений я буду использовать крючок 2,5 мм. Для самого грибочка нам немножечко понадобится пряжа коричневого цвета, немного красного и также чуть-чуть белого цвета. Теперь берем нить и располагаем ее вот таким образом. Здесь у нас находится короткий кончик, здесь держим нить от клубка. Заводим крючок за нить и проворачиваем. Теперь начинаем набирать воздушные петли. Для этого мы придерживаем здесь крестик, заводим крючок за нить и вытягиваем через петлю на крючке. Далее опять. Вторая воздушная петля. Третья. Четвертая. Пятая. Они должны получаться не слишком стянутыми, но и не слишком рыхлыми. Вот такие и средние. И таким образом набираем цепочку из воздушных петель, равную обхвату вашей шеи. То есть прямо этой цепочкой мы измеряем обхват шеи и определяем, сколько воздушных петель нам набрать. И здесь легко посчитать. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Обхват шеи у меня равен 32 см, поэтому вот эта вот цепочка из воздушных петель у меня также равна 32 см. При этом измерять вот эту цепочку шеи нужно, не натягивая эту цепочку, то есть в свободном положении. При этом не забывайте считать количество этих петель, так как оно должно быть кратно шести. У меня получилось 72 воздушные петли. И для чего нам нужно, чтобы количество петель у нас было кратно шести. Теперь мы это количество, 72, делим на шесть. У нас получается 12. То есть в каждом двенадцатом столбике нам нужно провязать прибавку. Приступаем к первому ряду. Набираем две воздушные петли подъема. Первая, вторая. И теперь в третью воздушную петлю мы начинаем провязывать столбик с одним накидом. Смотрите, как будем делать. Делаем накид. Отступаем. Три воздушные петли. Первая, вторая, третья. И в третью начинаем провязывать. Заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке три петли. Мы сначала провязываем две. Далее еще две. Провязали первый столбик с одним накидом. Опять делаем накид. Находим следующую воздушную петлю. Заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке три петли. Сначала провязываем две. Далее еще две. Второй столбик провязали. Накид. В следующую воздушную петлю также провязываем столбик с одним накидом. Это уже третий столбик с одним накидом. Четвертый столбик с накидом. Пятый. И теперь вяжем, пока у нас не будет готово, одиннадцать столбиков. В двенадцатую воздушную петлю мы будем провязывать прибавку. И довязываю одиннадцатый столбик. Далее вяжем прибавку. Прибавку вяжется таким образом. Делаем накид. Находим воздушную петлю. Заводим крючок. Провязываем первый столбик с одним накидом. И сюда же вяжем второй накид. Заводим крючок в то же отверстие. И провязываем еще один столбик с одним накидом. Далее опять накид. Провязываем одиннадцать столбиков без прибавлений. Еще одиннадцать столбиков провязала после прибавки. И теперь опять делаю прибавку. Накид. Находим двенадцатую воздушную петлю. И провязываем в одно отверстие два столбика. И теперь повторяем. Одиннадцать столбиков с одним накидом. Далее прибавка из двух столбиков с одним накидом. Вяжем так до конца воздушных петель. Таким образом первый ряд у нас уже провязан. Приступаем ко второму. Набираем две воздушные петли подъема. Первая. Вторая. И теперь мы в каждом ряду будем делать по шесть прибавок. Если в первом ряду мы делали одиннадцать столбиков. Далее провязываем прибавку. То во втором ряду мы уже будем провязывать двенадцать столбиков и прибавка. Смотрите как будем делать. Делаем накид. Находим первый столбик. Вот он у нас. Заводим крючок за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. Это у нас первый столбик. Далее накид. Заводим крючок за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. Второй столбик. Третий. Четвертый. И двенадцатый столбик. После чего провязываем прибавку. То есть вяжем за один столбик предыдущего ряда. Два столбика с одним накидом. Первый. И в это же отверстие второй столбик с одним накидом. После чего опять двенадцать столбиков с одним накидом. И прибавка из двух столбиков с одним накидом. Так вяжем до конца ряда. И вяжем последнюю прибавку этого ряда. Вот он у нас столбик находится где. Здесь две воздушные петли подъема. Провязываю прибавку. Первый столбик. И сюда же второй. Приступаем к третьему ряду. Набираем две воздушные петли подъема. Первая. Вторая. Далее вязание разворачиваем. И опять в этом ряду будем делать шесть прибавок. Здесь уже вяжем тринадцать столбиков с одним накидом. Далее прибавка из двух столбиков с одним накидом. Делаем накид. Заводим крючок за первый столбик. За обе стенки. И начинаем провязывать. Первый. Второй. Третий. И я думаю логика вязания здесь уже понятна. В каждом ряду у нас на один столбик прибавляется перед прибавкой. То есть в следующем ряду у нас будет четырнадцать столбиков с одним накидом. Прибавка далее. Пятнадцать, шестнадцать и так далее. Всего нужно провязать десять таких рядов. Провязала десять рядов. И сейчас высота воротничка составляет десять сантиметров. И если у вас еще воротничок совсем маленький, тогда продолжайте вязать по такой же логике вязания, пока не достигнете необходимой длины. Что ж, теперь приступаем к заключительному ряду с обвязкой. Для этого набираем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И теперь пропускаем два столбика, в третий начинаем вязать. Делаем накид. Пропускаю первый, второй. Завожу крючок в третий столбик. И сюда нам нужно сейчас будет провязать пять столбиков с одним накидом. Первый готов. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Теперь пропускаю опять два столбика. Первый, второй. И в третий завожу крючок. Накид не делаю. Провязываю столбик без накида. Вытягиваю рабочую нить. На крючке две петли. И я их провязываю. Далее опять делаю накид. Пропускаю два столбика. Первый, второй. В третий завожу крючок. И провязываю пять столбиков с одним накидом. Далее пропускаю два столбика. Первый, второй. В третий завожу крючок. И провязываю столбик без накида. Так вяжу до конца ряда. Провязали. И теперь обработаем вот этот край. Для этого здесь в конце провязываю столбик без накида. Теперь будем вязать по вот этой стороне. Для начала набираем одну воздушную петлю подъема. И теперь сюда же, где у нас был провязан столбик, провязываем еще один столбик без накида. Обрабатывать мы с вами будем столбиками без накида. И теперь вот видим первый ряд. Заводим крючок. Здесь у нас воздушные петли. За воздушные петли провязываем столбик без накида. Далее провязываем столбик без накида между двумя рядами. Вот первый ряд, вот второй. Вяжем крючок вот сюда, посередине. Далее захватываем столбик следующего ряда. Можно за ниточки, можно его просто огибать. Далее провязываем столбик между двух рядов. И так делаем до конца. Вот сюда, в последнюю воздушную петлю не провязываем столбик. Дальше мы будем набирать еще воздушные петли. Дошли до последнего столбика. И теперь нам нужно будет набрать воздушные петли для завязок. Всего цепочка должна быть примерно 15-20 сантиметров. То есть от этого момента набираем просто воздушные петли. Набрали. 20 сантиметров я набрала. И теперь провязываем, начиная со второй воздушной петли, столбики без накида. Заводим крючок за воздушную петлю. И провязываем первый столбик без накида. Далее второй столбик. Третий столбик. И так вяжем до конца воздушных петель. Провязала. И для того, чтобы у нас здесь не было стыков, присоединения, не было никаких дырок, дополнительно я еще завожу крючок вот таким образом. И так же провязываю столбик без накида. После чего провязываю столбик вот сюда в воздушные петли. Далее нить обрезаем. Оставляем кончик для того, чтобы эту нить потом спрятать. Далее нужно с другой стороной проделать то же самое, но здесь в обратном порядке. Немного здесь поменяем схему нашего вязания, чтобы у нас столбики, вот эта вот косичка находилась на лицевой стороне. Поэтому мы берем вот так наш воротничок. И сейчас сначала сделаем завязку. Берем нить. Заводим крючок в вершину нашего воротничка, вот сюда. С самого начала вытягиваем рабочую нить. И набираем такое же количество воздушных петель, как мы набирали на другую завязку. У меня это 40. Делаю так до конца. Далее опять разворачиваюсь и эти столбики провязываю. Провязали. И теперь опять обрабатываем вот эту сторону. При этом нить от начала вязания я буду прятать в самих столбиках. Для этого завожу крючок вот сюда, между рядов. И рабочая нить проходит у нас над нитью от начала вязания. То есть нить должна проходить внутри столбика. Далее подхватываю столбик предыдущего ряда. Опять между двух рядов. Опять нить обрезаем. И их нужно спрятать. С этой стороны прячем так же. Далее будем вязать ножку мухомора. Для этого набираем 11 воздушных петель. 11. Теперь начинаем вязать в третью воздушную петлю. Первая, вторая и третья. Заводим крючок и провязываем столбик без накида. Первый. Далее провязываем еще два столбика без накида. Второй. И третий. Теперь провязываем 4 полустолбика с одним накидом. Они провязываются таким образом. Делаем накид. Заводим крючок за воздушную петлю. Вытягиваем нить. На крючке 3 петли. И мы их сразу все провязываем. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Теперь вот сюда провязываем прибавку из трех столбиков без накида. Заводим крючок. И в одно отверстие провязываем 3 столбика без накида. Далее будем вязать по обратной стороне воздушных петель. Находим первую воздушную петлю. Вот она у нас. И сюда опять провязываем 4 полустолбика с одним накидом. То есть 4 подряд. Первый полустолбик с одним накидом. Накид. За следующую воздушную петлю второй. И теперь до конца этого ряда провязываем столбики без накида. Всего у нас здесь должно получиться 4 столбика без накида. Если в начале ряда мы делали 3 столбика, то в конце здесь мы делаем уже 4 столбика без накида. Далее нить вытягиваем и обрезаем. Оставляя достаточно длинный кончик, чтобы потом пришить. Далее приступаем к шляпке гриба. Для этого набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Далее провязываем еще 2 столбика без накида по воздушным петлям. Первый и еще один. Первый ряд готов, приступаем ко второму. Набираем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И теперь в первый столбик провязываем прибавку. Заводим крючок за обе стенки и вяжем прибавку из 2 столбиков без накида. Далее провязываем 1 столбик без накида. И опять прибавку из 2 столбиков без накида. Приступаем к третьему ряду. Набираем воздушную петлю подъема, разворачиваем и все столбики просто провязываем. Приступаем к четвертому ряду. Набрали воздушную петлю подъема, разворачиваем и вяжем в начале ряда прибавку. Далее вяжем все столбики до последнего. В конце у нас опять будет прибавка. И провязываем прибавку. Первый, второй. Таким образом чередуем. В нечетных рядах мы вяжем просто все столбики. В четных рядах в начале ряда и в конце ряда мы делаем прибавку. Всего так нужно провязать 10 рядов. Провязали. Далее нам нужно обвязать деталь. Вот таким образом. От одного угла до другого угла. Набираем одну воздушную петлю. И мы с вами уже обвязываем наш воротничок. Здесь сделаем то же самое. Обвязываем столбиками без накида. Провязываем за ряд. Далее между двух рядов. Вот здесь сверху по воздушным петлям просто провязываем. Здесь 3 воздушные петли. При этом я нить от начала вязания буду прятать. Далее опять провязываем за столбик ряда и между двух рядов. Обрезаем нить, оставляя кончик для пришивания. Теперь нам осталось сделать вкрапление белым цветом. Берем нить белого цвета и вставляем ее в букву с большим ушком. Делаем двойную нить. И теперь в хаотичном порядке нам нужно просто сделать такие небольшие полосочки. Сильно я их не затягиваю. Нить закрепляем и обрезаем. Теперь примерно прикидываем, где у нас будет находиться ножка. И начинаем пришивать. Пришили, после чего нить выводим на изнанку. То же самое повторяем и со шляпкой. Прикидываем, где она у нас находится и пришиваем так же по всей поверхности. Пришили, вывели иголку на изнаночную сторону. И теперь вот таким образом заводим иголку и выводим в то же отверстие, где у нас коричневая нить. Мы их потом будем соединять, чтобы нам меньше кончиков прятать. Далее остается вышить сверточки. И для этого я вот здесь, где у нас грибочек, сделаю соединение нити. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... комментарии всем пока